Здравствуйте, меня зовут Александр Альдиев. В уходящем году Комсомольск-на-Амуре вместе с Хабаровским краем, как и шесть лет назад, подвергся наводнению, который чиновники политкорректно называют паводком. В чем причина произошедшего, что с этим делать и как будет дальше? Чтобы понять, с чем мы имеем дело, мы попросили рассказать Алексея Разина, заместителя главы администрации Комсомольска-на-Амуре, о различиях между наводнением 2013 и 2019 годов. В этом году Менделеева. Вот наша задача была, это спасти все-таки микрорайон Менделеева. Я напомню, этот микрорайон был полностью потерян, затоплен в 2013 году в результате прорыва дамбы на улице Староживой, поэтому все силы и средства МЧС военных, гражданских в этом году были сосредоточены непосредственно на защиту микрорайона Менделеева. Микрорайон отстояли, те насыпи, которые мы там возвели, выдержали, и в том числе тайфун Лин-Лин, который пытался пробиться сквозь эти насыпи, пройти на поселок, мы не позволили ему это сделать, поэтому в целом микрорайон и задача по его сохранению и спасению, я считаю, была выполнена на таком достойном уровне. Что не удалось? Не удалось, наверное, просчитать и спрогнозировать поведение двух наших рек. Это Силенка и ручья Теплый Ключ, которые никогда особой опасности для города не представляли, но в результате обильного выпадения осадков в момент прохождения тайфуна Лин-Лин мы увидели то, чего я, по крайней мере, в своей жизни не видел никогда. Что Силенка, что Теплый Ключ, они соединились в единый поток и полностью зашли в город. То есть мы защищали город от наводнения со стороны Амура, но при этом подтопление основное произошло в наших микрорайонах, это Парковый, Силенский, Победа, именно за счет разлива Силенки и Теплого Ключа. Те насыпи, которые были возведены, они были возведены на уровень, под уровень 9 метров Амура. Силенка с легкостью преодолела эту планку и был зафиксирован подъем воды на полтора метра выше, чем был существующий уровень Амура. Особенность 66-го квартала, так же, как и в 13-м году, оказалось, это не ливневая канализация. В ливневой канализации была Амурская вода. То есть уровень грунтов на 66-м квартале, именно вот перепад Амура и 66-го квартала показывает то, что это низкая, самая низкая точка в городе, где просто 66-й он стоит на насыпанных песках. Песок воду не держит, он через себя ее пропускает достаточно спокойно. И поэтому мы, когда перекачивали воду, фактически понимали, что эта перекачка идет не ливневой воды, а перекачка идет Амура. Поэтому мы ливневку затампонировали по 66-му кварталу вообще с четырех сторон. И со стороны улицы Гагарина, и со стороны Интернационального, и со стороны Бульвара Юности, и улицы Орджоникидзе. То есть поступления воды ливневой там, как мы изначально предполагали, ее не было. И когда мы стали понимать, что мы качаем Амур, это когда Амур начал падать, насосные установки работают, понижение уровня нет. Вот она на аллее на Гагарина как зафиксировалась, так и стояла. Когда начал понижаться Амур, мы увидели, что понижение здесь равно понижению Амура. Вот упал Амур на 5 сантиметров, ушла вода на 5 сантиметров и на аллее труда. Так как Комсомольск на Амуре с Хабаровским краем столкнулся с очень непростыми людьми, необходимо определиться с понятиями. Для этого я обратился к специализированной литературе, где прочитал следующее. Наводнение – это крупное стихийное бедствие, сопровождающееся значительным затоплением суши. К нему могут привести и паводки, и половодие, и прорыв дамбы. Паводок – это внезапный кратковременный резкий подъем воды в реках и озерах и не зависит от времени года. В нашем случае катастрофический подъем воды был в августе-сентябре. Он привел к значительным затоплением суши, подтопил дома и принес значительный экономический ущерб. То есть можно говорить о наводнении, о причинах которого ходят множество версий. Одна из них была озвучена Борисом Марцинкевичем, главным редактором сайта и журнала «Геоэнергетика». После катастрофы 2013 года на месте побывал Владимир Путин, который потребовал от Медведева создать правительственную комиссию, которая должна решить проблему раз и навсегда, чтобы этих наводнений не было. Рабочая комиссия была создана в сентябре 2015 года, возглавила ее выдающийся специалист Аркадий Дворкович. Всего за год комиссия провела 8 заседаний. И летом 2014 года было заявлено, что поскольку климат пришел в многолетнюю норму, необходимости в дальнейшей работы комиссии нет. Все. На этом все закончилось. Хотя в 2013 году Росгидро, стряхнув пыль, предложило реализовать намеченное, опять же, еще советской властью строительство гидроэлектростанции на притоках Амура. План был освежен в соответствии с новыми вершинами технического развития гидроагрегатов, всего прочего. И аккуратно по решению господина Медведева и руководителя вот этой комиссии, Аркадия Дворковича, просто засунули в дальний угол. Ну вот данные по наводнению июля этого года. Если брать объем воды, которая вылилась на сельскохозяйственную угодье, городские улицы, на то, что раньше было селами, за 100%, то 33% объема воды – это нерегулируемая вода верхнего течения Амура. Там, где Росгидро предлагало построить две электростанции, чтобы эту воду можно было удержать. Прокомментировать услышанное и высказать свою точку зрения на наводнение попросил Алексея Махинова, заместителя директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, руководителя краевого деления Русского географического общества. В чем проблема с этими ГЭС? Вот Зейская и Бурейская – это очень крупные водохранилища. Зейская 60 кубических километров воды содержит, Бурейская 20 с лишним. Так вот, эти такие кубические километры воды, огромные, они никак не предотвратили самые большие наводнения на Амуре. Поэтому строить новые гидроэлектростанции, затапливать большие территории, они неэффективны для борьбы с наводнениями. В нижнем течении Бурей наводнение сыграло роль. В Зее – то же самое. Я вам приводил пример, когда в Зее, в нижнем течении, где, казалось бы, защищено вот этой плотины от наводнений, наоборот, возникло наводнение за счет сбросов вот этой излишней воды. Ну, природа у нас такая на Дальнем Востоке, что воды бывает очень много. К концу лета набрали и думают, что ничего не будет. А тут пришло два циклона, вылили огромное количество воды, которую водохранилища, ее надо сбрасывать. Много надо сбрасывать, потому что иначе вода пойдет через плотину, плотину разрушат, тогда вообще мало не покажется никому. Поэтому вот эта вот проблема, она все равно существует. И способ борьбы наводнений с строительством плотин, он неэффективный для нашего региона. Ведь у нас много рек, которые впадают в Амур, в Уссурии, в те же притоки Зее, они все равно на них наводнений будут. И там люди живут, они также будут страдать. То есть проблему в целом для такого региона, как Дальний Восток, этим мы не решим. Вы так вот немножечко обошли стороной дноуглубительной работы. Вот когда 13-й год там случился, там злые языки говорили, что вот нефтяники везут свои там антиреакторы, вот ради этого там поднимали уровень воды и так далее, и так далее. В то же время дноуглубительной работы, мы говорим, это их не делали. Дноуглубительной работы проводились в основном раньше только в интересах судоходства. То есть мелкие места, перекаты углублялись для того, чтобы пройти сюда. Конечно, объемы этих работ были большие. И они только ограничивались вот этими узкими или трудными участками для судоходства. Поэтому они существенно повлиять на пропускную способность воды в Амуре не влияют. Они на каком-то конкретном участке могут там на небольшом повлиять. А в целом для Амура, если мы сейчас Амур от Хабаровска до Николаевска уберем, сделаем глубокий канал, то его тут же засыпет песком. Тот, который приносится сверху. Амур выносит огромное количество наносов, переносит 24 миллиона тонн. И значительная часть их каждый год оседает на этом расстоянии, в основном между Хабаровском и Комсомольском. Поэтому каждый год черпать, и это надо делать каждый год, по 20 миллионов тонн куда-то выбрасывать наносов, это очень дорого и неэффективно, потому что оно опять будет заноситься. То есть способ избежать наводнения за счет копания глубоких прорезей в русле Амура, это не тот способ, который может как-то помочь. В полной версии интервью, которую вы можете найти по ссылке в описании этого видео, ученый говорит о том, что в современных условиях единственный экономически оправданный способом защиты населенных пунктов от наводнений является дамба. Может быть, Алексей Николаевич и прав, но если присмотреться на состояние современной строительной отрасли, то можно заметить, что новые дамбы не могут появиться без помощи федеральных органов власти или строительных компаний. Наш местный генеральный подрядчик ПМК-83, который занимался строительством дамб на озере Мылка и речка Силинка, похоже, надорвался таких объемов и с большой долей вероятности вскоре прекратит свое существо. Процедура банкротства грозит и федеральному холдингу «Больверк», одно из подразделений которого занимался реконструкцией городской набережной. Недавно СМИ сообщило о том, что в Комсомольске-на-Муре университет не может найти подрядчика на строительство корпуса малого авиационного факультета. И не надо думать, что ситуация для нашего города уникальная. Ранее не смог найти российского подрядчика и Комсомольский нефтеперерабатывающий завод для строительства новых установок по переработке нефти. Предприятие, у которого еще несколько лет назад был собственный строительный трест нефтезавод «Ренстрой», сегодня новые установки в возводе с помощью китайских. В моих руках книга «Город. Дома и люди», вышедшая в свет в 2005 году в издательстве «Жар птица». На многочисленных страницах можно ознакомиться с историей когда-то мощнейшего строительного комплекса города. В советские времена строители из Комсомольской на Амуре возводили промышленные гражданские объекты по всему Дальнему Востоку, а сегодня в городе юности от той мощи остались только одни воспоминания. Невидимая рука рынка уничтожила огромный строительный трест номер 6 и большинство других предприятий этой отрасли. И как в этих условиях возводить дамбы для защиты населенных пунктов при Амуре, непонятно. Прояснить ситуацию я попросил Андрея Александрова, заместителя главы Комсомольской на Амуре по вопросам строительства. На сегодняшний день действительно строительная отрасль находится в тяжелой ситуации в городе Комсомольской на Амуре. Те организации, которые непосредственно находятся и действовали все время в городе Комсомольской на Амуре, они минимизировали свои производственные мощности, потому что долгое время больших объемов и объектов в городе не было. Сегодня порядка 18 таких организаций в городе существуют, но вот по тем объектам, которые вы озвучили, это дамбы, это первая, вторая, третья, это дорога Комсомольская шоссе, которая на сегодняшний день стоит под вопросом по ПМК-83. Конечно, для них это будет значительные объемы, колоссальные объемы. Ну и немаловажным фактором будет являться, конечно, это проведение конкурсных процедур по определению генерального подрядчика по данным объектам. Практика показывает, что на такие большие объемы, с учетом обеспечения контрактов, комсомольские организации не смогут поучаствовать в них. Это немаловажный аспект, это опыт проведения таких работ, подобных на такие объемы денежных средств, ну и, соответственно, возможности предоставления банковских гарантий по этим объемам. Ну и, как вы видите, на сегодня большие объекты, которые по долгосрочному плану, практически все генеральными подрядчиками являются организации, которые зарегистрированы, вернее, те, которые физически находятся не в городе Комсомольский-Намуре, а имеют только филиалы в городе Комсомольский-Намуре. У проблемы наводнений на Амуре есть еще одна сторона, о которой сегодня мало кто задумывается. Речь идет о массовых рубках леса в бассейне Амура, которые точно не добавляют здоровья главной Дальневосточной реке. Вот что об этом рассказала Екатерина Кондратьева, эколог, начальник отдела экологического просвещения Комсомольского-Намуре-Заповедника. Леса, расположенные вдоль рек, они вообще являются защитными, водоохранными. И на важность сохранения этих лесов обращал еще Петр I. При нем существовал указ за рубку водоохранных лесов назначать смертную казнь. Вот настолько действительно глава нашего государства заботился о сохранении государства, его природы. И причем водоохранная зона при Петре I была у больших рек до 20 верст, это там почти 20 километров, больше 20, да. Почти по 30, а у малых рек 5, можете себе представить? В настоящее время граница водоохранных зон у малых рек 50 метров, у больших 200. То есть чудовищная разница по сравнению с теми временами, когда природу действительно начали охранять. Ну а какова защитная роль лесов? Дело в том, что леса, растущие по берегам рек, они своими корнями удерживают почву от смыва и разрушения. И самое главное, они поверхностный сток превращают во внутрепочвенный. Ну то есть, грубо говоря, вода выпадая в виде дождей на поверхность, там где леса есть, да, они впитываются тут же в почву, корнями удерживаются и не вызывают, так скажем, больших поводков и разрушений. Когда мы сводим леса в водоохранной зоне, это нечем удерживать, собственно, влагу, выпавшую в виде осадков, и они большим потоком устревляются и разрушают все. Соответственно, чем больше выпадает осадков, тем больше разрушения. Вторая функция – это водорегулируемая. То есть, в большую воду вот эти все леса, болота по берегам рек, они впитывают в себя эту влагу и удерживают ее. Таким образом, не дают возникновению мощных наводнений. А в малую воду они, наоборот, отдают эту влагу и питают реки. Поэтому, сводя леса вдоль рек, мы, конечно же, сами рубим сук, на котором сидим. Как оказалось, влияние рубок на состояние речного стока уже давно знакомо экологам и гидрологам. В Соединенных Штатах Америки в 50-х годах делали анализ. 10 лет наблюдали за двумя речками, рядом расположенными, чтобы доказать, что одинаковый водный режим, одинаковые уровни колебляют. Потом вырубили лес в одном бассейне полностью, а другой оставили как был. И стали опять 10 лет наблюдать. И установили, что там, где лес вырублено, там намного более стал неравномерный сток, намного выше стали паводки, наводнения, намного быстрее вода стекать стала. И во время засушливого периода там вообще ее не было, а там, где лес, там река текла. Это вот эксперимент, оно и так понятно, но вот эксперимент точно доказал, что растительность очень сильно влияет на сток воды в реках. Наши ближайшие соседи из КНР уже сделали для себя соответствующие выводы. Я просто хочу сказать, я слышала о том, что в Китае они где-то с 2005 года активно проводят политику в Китае по восстановлению лесов. Они очень много садят лесов. Поняв защитную вот эту роль, у них страна приступила к тому, что очень много лесов садится. К сожалению, у нас еще пока этого осознания не произошло, потому что мы даже позволяем рубить в защитных лесах под видом санитарных рубок. Далеко ходить не надо, вот, пожалуйста, рубки в бассейне реки Амут. То есть, ведь мы сами назвали этот лес защитным, мы все понимаем эту ценность, но всегда с оговоркой. Вот эта оговорка – это санитарные рубки леса. А у нас по всей стране под видом санитарных рубок лес уничтожается в бассейнах малых и больших рек. Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Не надо обладать даром провидца, чтобы понять, что дальнейшее хищническое отношение к природе Дальнего Востока скажется на его жителях самым пагубным образом. Суровый дальневосточный клим в дополнение к экологическим проблемам сделает Хабаровский край и Комсомойск пригодными для жизни, как планета Пир из романа «Неукротимая планета» американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона. Пиряне, благодаря повышенной силе тяжести, агрессивной флоре и фауне, вместе с ужасающей погодой, меняющей от плюс 40 до минус 40 градусов в сутки, стали лучшими бойцами во Вселенной. Вот только с каждым годом территория города становилась все меньше, как и число его жителей. Для более наглядного представления, что может с нашим родным краем, стоит посмотреть советский фантастический фильм «Через терреник звездам». Несмотря на ограниченные технические возможности, советским кинематографистам удалось показать весь ужас жизни на планете, переживающей экологическую катастрофу. Мы не хотим об этом думать, но для нашего города и края подобный вариант развития событий вполне вероятен. Количество опасных производств растет, а размер лесов стремительно сокращает. С вами был Александр Ольдеев. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и делайте репосты.